Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Доброе утро и вот некоторые темы выпуска. Доброе утро. В начале выпуска коротко о погоде. По причине сильных осадков в горах в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается подъемы уровней воды на реках. Грозу синоптики прогнозируют в Акмолинском, Кустанайском, Павлодарском и Мангостаусском регионах. Туман накроет Актюбинскую область и ветрено будет в западно-казахстанской. В бразильском городе Кашас-Дусул продолжаются летние сурдолимпийские игры. В соревнованиях среди спортсменов с нарушениями слуха наши дизаисты принесли стране сразу четыре медали. В весовой категории до 60 килограмм Адильбек Нурмухамед завоевал серебро, а Ашай Ахмед Канапьянов стал обладателем бронзы. Аналогичные награды сборная принесла Фериде Карауглы и Дина Иржанова. На всемирных играх Казахстан представляют 65 участников в девяти видах спорта. Итоги соревнований станут известны 15 мая. В столице состоялось торжественное открытие чемпионата Казахстана по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют около 500 гимнасток со всей страны. Сначала сильнейших между собой определят мастера спорта. Затем на республиканском перевернстве выступят кандидатки в мастера спорта. Гимнастки будут состязаться в групповых и индивидуальных разрядах в упражнениях с булавами, обручем, мечом и лентами. Чемпионат Республики Казахстан проходит во Дворце независимости впервые. Как в прошлом году открылся Центр художественной гимнастики здесь. На сегодняшний день у нас занимается более 3000 спортсменок в нашем городе. Я думаю, что это показатель массового спорта и развития олимпийского вида спорта. Теперь о том, что происходит в мире. Еврокомиссия предложила сделать исключение из нефтяных санкций против России для тех стран ЕС, экономики которых сильно зависят от российской нефти. По информации европейских СМИ, речь идет о Венгрии и Словакии. Этим странам могут предоставить право импортировать нефть из России до начала 2024 года. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Маммер. Ранее Еврокомиссия направила на утверждение Совету ЕС проект шестого пакета санкций против России. В числе прочих мер он включает эмбарго на поставки в ЕС сырой российской нефти через полгода, а в 2023 году запрет на поставки нефтепродуктов. Мы предложили учесть особую ситуацию стран ЕС, которые в силу своего географического положения сильно зависят от российского импорта. Мы следим за тем, чтобы наши меры были сбалансированными и чтобы все страны имели доступ к получению нефти. В этом случае будет обеспечена безопасность энергетики. Энергоснабжение Венгрии. А поскольку это не так, то пакет санкций Брюсселя разрушит безопасность энергоснабжения страны. Этот санкционный пакет в этой форме не может быть ответственно поддержан нами. Речь идет не об отсутствии политической воли, а в вопросе намерения или времени. Это просто физическая, географическая и инфраструктурная реальность. К переговорам об исключении из нефтяного эмбарго подключились и в Праге. Премьер-министр Чехии Петр Рафиала заявил, что республика готова поддержать запрет ЕС на закупке российской в нефти только после того, как будет увеличена пропускная способность альтернативных нефтепроводов. По его мнению, на повышение мощности понадобится несколько лет, а Чехии нужен переходный период для отказа от российского импорта. «Мы поддерживаем введение максимально жестких санкций против России, но они не должны нанести больший ущерб чешским гражданам. Мы работаем по всем фронтам и находимся на постоянной связи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен». Тем временем отдельные аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе европейская эмбарго может увеличить российские нефтяные доходы. Бельгийские специалисты считают, что даже при сокращении экспорта Москва сможет заработать на высоких ценах на энергоносители. Эмбарго, которое сейчас предложено, станет действенным только со временем. Я считаю, что в условиях войны время имеет решающее значение, поэтому нам лучше действовать быстрее. Кроме того, это дает России возможность искать новые пути экспорта своей нефти. Так что если мы ведем эмбарго или тариф прямо сейчас, это очень быстро и сильно ударит по России. А если мы дадим им 6-9 месяцев на подготовку, то это, конечно, позволит им найти новые способы продажи нефти странам, которые эмбарго не водили. Тарифы на автомобильную перевозку грузов из Европы в Казахстан с начала военных действий в Украине подорожали почти вдвое. Возросшие расходы отражаются в стоимости товаров, а это подстегивает рост инфляции. С какими сложностями сталкиваются логистические компании страны, расскажет наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Рубрика «Деловые новости» далее. Из Европы Казахстан импортирует широкую номенклатуру товаров, начиная от фармацевтической продукции и заканчивая различным оборудованием. По словам представителя логистической отрасли Оксаны Сорокина, если до войны в Украине перевозка одной фуры из Германии в Казахстан обходилась примерно в 5000 евро, теперь ее стоимость доходит до 10 тысяч евро и даже выше. Проблема в резком сокращении грузового автотранспорта. Раньше по данному маршруту могли работать перевозчики пяти стран. Теперь из-за санкций Запада товары из Европы в нашу страну могут доставлять только казахстанские машины. Фурами с Белоруссией и Россией въезд на территорию стран Евросоюза запрещен. Порядка 30% отечественных компаний пробуют работать через Грузию или Турцию. Этот путь дольше и дороже, есть и другие риски, говорит Сорокина. Тем не менее, на фоне геополитических событий уже не Россия, а Казахстан в перспективе может стать крупным логистическим хабом. Но для растущих объемов грузоперевозок в стране не хватает автопарка. Эксперт говорит, в перспективе необходимы меры в виде льготных условий для таможенной очистки, а также лизинга на покупку новых машин. Но еще более остро перед бизнесом стоит вопрос нехватки двусторонних и трехсторонних разрешений. Это своего рода рабочая виза для транспорта, дающая разрешение на въезд и грузоперевозку в зарубежных странах. Запросов на Европу стало на порядок больше, госорганам нужно увеличивать квоты и эффективнее их распределять, считает Сорокина. Опасаются логисты демпинга со стороны российских и белорусских компаний, которые уже зашли на наш рынок. Казахстанские бизнесмены считают, что правила для них нужно ужесточать. Все эти вопросы мы адресовали в профильное министерство, ответ нам обещали предоставить. Если они будут заходить по старому принципу, это открывать здесь компанию, также машины на временной регистрации и водитель гражданства России или Белоруссии. Ну, слушайте, элементарно, если у меня с грузом что-то случится, или где-то, причем из-за водителя, как я этого водителя буду привлекать к ответственности, если он не гражданин Республики Казахстан? Нужно этот момент тоже ужесточить для компаний иностранных, которые сюда заходят, чтобы полностью оформляли регистрацию, чтобы водителей, не менее 70% водителей у нас были граждане Республики Казахстан. Цены на нефть растут. Вчера на рынках эталонная марка Brent подорожала на 3%. Рынок реагирует на заявление Еврокомиссии о новом пакете санкций в отношении России. Они предполагают введение эмбарго в отношении российской нефти в течение 6 месяцев. К концу года Европа намерена полностью отказаться от нефтепродуктов из соседней страны. Запрет на российскую нефть для Казахстана чреват рисками. Эксперт нефтегазовой отрасли, автор телеграм-канала Energy Analytics Абзал Нарымбетов объясняет, ситуация не так проста. По трубопроводу КТК наша страна транспортирует порядка 80% экспортных объемов. Сорт CPS Blend состоит примерно на 90% из казахстанской нефти и на 10% из сырья российского происхождения. Если речь будет идти о полном запрете экспорта нефти из Каспийского трубопроводного консорциума, пострадает в первую очередь экономика Казахстана. Но есть надежда, что Запад возможно смириться с тем, что небольшие объемы Москва все же будет продавать через данную систему, пишет аналитик. Технически возможно разделить российские молекулы перед экспортом, как ранее предлагали в казначействе США в руководстве по санкциям. Но этого, скорее всего, не произойдет. Операторы экспортного терминала не собираются отделять нефть из российских месторождений только для того, чтобы покупателям было легче ее избежать. Это делает CPS Blend кандидатом на введение санкций. В Казахстане дорожает сахар. Цены на социально значимый продукт в первом квартале выросли на 36%, а за год на 50% отмечают аналитики Energyprom. По их наблюдениям, в апреле рост продолжился, сахар подорожал еще как минимум на 5,5%. Собственное производство продукта в этом году сокращается. По данным Energyprom, за два зимних месяца местные компании обеспечили внутреннюю потребность примерно на 30%. Все остальное перекрывали импортом. В январе и феврале в Казахстан завезли свыше 45 тысяч тонн сахара и сахарозы. Большая часть всех объемов пришлась на Россию. Напомню, в марте соседняя страна временно запретила экспорт сахара. Ограничения будут действовать до конца лета. В Минсельхозе зависимость от импорта планируют снижать в ближайшие 5 лет, поэтапно увеличивая посевные площади сахарной свеклы. Но для этого нужно решать вопросы с нехваткой воды для полива, а также технической изношенностью местных предприятий. Специалисты разрабатывают новые меры господдержки отрасли. И к международным новостям. Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов. И это стало самым резким скачком более чем за 20 лет. Целевую ставку по федеральным фондам Центробанк установил в диапазоне от 0,75% до процента. Решение приняли единогласно, но полностью соответствовало ожиданиям рынка, так как инфляция в Штатах в этом году побила 40-летний рекорд. Баланс начнут сокращать с 1 июня. В первую очередь будут продавать казначейские облигации. Глава ФРС Джером Паул дал понять, что на ближайших заседаниях ставку будут поэтапно повышать тоже на 50 пунктов. Американские экономисты рецессию пока не прогнозируют. Рейтер сообщает, что фондовые рынки резко выросли после объявления о повышении ставки. Доходность гособлигаций снизилась, а вот индекс доллара, бьющий в эти недели все рекорды, на этот раз немного ослаб по отношению к валютам основных торговых партнеров США. Это был обзор деловых новостей. Всего доброго. В Запорожье прибыла еще одна группа жителей, эвакуированных из Мариуполя и его окрестностей. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, по гуманитарному коридору удалось вывести 344 человека. Она поблагодарила работников ООН и Красного Креста за содействие. В свою очередь, представители международных организаций заявили, что продолжают контакты с Москвой и Киевом по новой эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Позже в Минобороны России сообщили, что в дневное время с 5 по 7 мая прекратят любые боевые действия и откроют гуманитарный коридор для вывода гражданского населения с заводом «Азовсталь». С острой нехваткой продовольствия столкнулись свыше 190 миллионов человек в мире. Доклад представили эксперты продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. Число людей, столкнувшихся с кризисом, в прошлом году увеличилось почти на 40 миллионов. Больше всего пострадали жители Эфиопии, Южного Судана и Йемена. Всего в список включили 53 страны. Основными причинами дефицита продовольствия стали конфликты, экстремальные погодные условия и спад экономики, в том числе из-за пандемии. Это новости Хабар 24. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Ежегодно в мире исчезает почти 5 миллионов гектаров леса. Такие данные ООН прозвучали на Всемирном лесном конгрессе в Сеуле. В форуме, который проходит один раз в 6 лет, участвовали больше 12,5 тысяч человек из 144 государств, в том числе Казахстана. Какие лесные проекты наша страна планирует реализовать с Кореей, как выполняется поручение президента Тукаева по высадке 2 миллиардов деревьев, об этом узнал наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. В этих горах полвека назад ничего не росло. После Корейской войны была уничтожена треть всех деревьев. В 1973 году началось восстановление леса. Было высажено больше 10 миллиардов деревьев. Сегодня Корея делится своим опытом с другими странами. В 2018 году специалисты Корейской лесной службы помогали высаживать Саксаул на осушенном дне Аральского моря. Эти деревья появились на площади 13 тысяч гектаров. У меня есть опыт участия в проекте по предотвращению пустынных земель в Китае. Также я участвовал в проекте в Казахстане. Дно Аральского моря расположено высоко, и добиться хороших результатов в сравнении с пустыней очень сложно. Несмотря на это, в Казахстане накоплен достаточно большой опыт, получены хорошие результаты и найден соответствующий именно для этого региона подходящий способ высадки. По поручению президента, миллион сто тысяч гектар к 2025 году должны засадить Саксаулом. И в этом направлении у нас проведена уже определенная работа. В прошлом году сто тысяч гектар было посажено, а в этом году весенняя посадка тоже состоялась. Теперь ежегодно мы будем садить по 250 тысяч гектар. На Всемирном лесном конгрессе казахстанская делегация изучала корейский опыт и возможности получения финансирования от Зеленого климатического фонда ООН. Вице-министр экологии Казахстана рассказала, как выполняется поручение президента Тукаева по высадке до 2025 года двух миллиардов деревьев. Коллеги из соседних стран, это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, говорили, что ежегодно будут высаживать от 6 до 30 миллионов деревьев. Я вам скажу так. В Казахстане в прошлом году было посажено порядка 138 миллионов. А весенняя посадка составила 100 миллионов. На встрече в Сеуле казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в открытии в Казахстане регионального центра подготовки лесников и представительства Азиатской организации лесного сотрудничества. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Бухгалтер из Западно-Казахстанской области в течение продолжительного времени расхищала бюджет Сырымского районного отдела образования. В ходе расследования уголовного дела размер ущерба ценили в 31 миллион тенге. Вина подсудимая была доказана. Она полностью возместила причиненный государству ущерб и просила суд не ограничивать свободу. При этом прокурор запросил для нее 8 лет. В итоге женщину приговорили к 7 годам лишения свободы. Также она лишена права работать в государственных и квази-государственных организациях. Отбывать наказание в исправительном учреждении она будет при достижении младшего ребенка 14 лет. Кушаева Акинже совершила преступление, предусмотренное пунктом 2, частью 4 статьи 189 Уголовного кодекса, то есть признаками хищения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев без конфискации имущества. В связи с наличием двух несовершеннолетних детей срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу. В Петропавловске жители возмущены очередным ремонтом путепровода, который связывает рабочий поселок с центром города. Мост через железную дорогу закроют на 10 дней, чтобы закончить начатые еще прошлой осенью работы. Кристина Юсичева выясняла, почему так долго тянется ремонт. В прошлом году на путепроводе образовалась трещина. Снизу была видна железная дорога. Как оказалось, это обрушились деформационные швы. Осенью мост закрывали на месяц на средний ремонт. Наступила весна, вновь нужно проводить работы. Горожане негодуют. Из-за нескончаемого ремонта им вновь придется добираться с рабочего поселка в центр города в объезд. Почему нельзя сразу все сделать по уму на долгие годы, задаются вопросом петропавловцы. В конце концов надо отремонтировать. Люди начали писать, что плохо отремонтировали, поэтому начали ремонтировать заново, а в морозы не дали отремонтировать качественно. Деньги большие вкладывают, а куда они деваются? Карманом, скорее всего, расходятся. В часы пик на путепроводе пробки, потому что водители стараются аккуратно объехать выбоины. Ну, сколько можно-то. Денежки вкладываются народные. Ну, сделать надо дорогу-то чисто по-человечески. Огромная просьба от всех жителей, я думаю. Тут-то километровая очередь постоянно. Это невозможно ездить. Четвертый раз уже засыпают вот эти щели. А толку никакого. Ремонтировать этот путепровод собирались с весны 2021 года. Выделили 21 миллион тенге. Но подрядчик нашелся только поздней осенью. Завершить работы до конца не успели, пояснили в городском Акимате. На тот момент уже была минусовая температура. Покрытие асфальтобетон перенесли на этот год. В этом году для беспрепятственного прохождения автомобиля несколько раз подрядчики засыпали мост инертными материалами. И вот с 10 мая по 20 мая у нас начнется уже средний ремонт на мосту. Последний завершающий этап – это покрытие асфальтобетонным покрытием. Причем средний ремонт – это асфальтирование только этих деформационных швов. Отмечу, что капитально ремонтировали этот путепровод в 2014 году. Затратили 570 миллионов тенге. Кристина Юсичева, Толеген Иманов, Петропавловск, Хабар-24. На ужасное состояние девятиэтажных домов жалуются жители города Харатау Жамбылской области. По словам жильцов, многоэтажки превратились в свалку. Мусором закиданные не только подвалы, но и больше 20 заброшенных квартир двух верхних этажей. Большие проблемы доставляет и дырявая крыша. По словам жильцов, проблему плачевного состояния домов они поднимают уже несколько десятилетий, но местные власти никак не реагируют. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. Раньше две девятиэтажки в центре Харатау считались престижными, а сейчас напоминают площадку для съемок фильма ужасов. Возмущаются люди. Не ремонтировали их около полувека, поэтому коммуникации изрядно обветшали и вышли из строя. Большие неудобства доставляют жильцам прогнившие трубы и дырявая крыша. Крыша текет до первого этажа, все квартиры затопят. Хорошо в этом году, еще зима какая-то не сильная была в прошлом году, мы все плавали в сырости, жили. По подъезду вода бежала ручьем у нас. Сколько раз говорили, приезжайте, посмотрите, бесполезно. Ни ремонт в квартирах мы не делаем, потому что сейчас делаешь ремонт, все опять это побежит, все это все отстанет. Только деньги на ветер выкидываем. 20 лет мы эту проблему поднимаем. Каждый год. Я в Акимат в прошлом году ходила, как на работу. Жить в таких условиях жители устали, так же, как и обивать пороги чиновников. Кормят лишь обещаниями, а внимания на наши жуткие девятиэтажки никто не обращает, говорят жильцы. Кстати, жить здесь можно только до седьмого этажа. Восьмой и девятый этажи многоэтажек заброшены уже больше 20 лет. Жилье буквально превратилось в свалку. Кругом разбросан мусор. Всего простаивают 24 квартиры. Они обещают, год проходит, два проходит, никаких результатов. Ноль. Поднялись на девятый этаж. Вот видите состояние вот этой вот квартиры. Ни окон, ни дверей у нас тут нету. С шахты самой. Содушин, воняет, вонь вот эта несуразная идет. С подвалов вот эти блохи, тараканы. Ну это ужас, что у нас творится. К подвалу практически не подобраться. Все завалено мусором. Такая же ужасная картина и внутри. Впрочем, преграды жильцов поджидают с первого этажа. Лифт в этой многоэтажке не работает с 90-х годов. Люди вынуждены подниматься пешком до седьмого этажа. А чтобы избежать трагедии, 10 лет назад его забили вот таким железом. На этот раз к жильцам девятиэтажа, как и мы пришли сами. Недовольству жителей не было предела. Людям вот по работе, сотрудникам говоришь, что ты живешь в девятиэтажке. Они смеются, говорят, у вас там одни бомжи живут. Детских площадок нет. Посмотрите, что там. Засыпан гравий, дети камнями кидаются. Отопление зимой. Батареи чуть-чуть тепленькие. Я не знаю, нам с потолка на голову с канализацией текло. За свой счет поставили канализационные вот эти трубы. Бардак кругом, здесь лавочек нету даже. А освещение вообще молчим. Тоже не сидим же, ищем спонсора. Смету составили. Хотим крышу закрыть, в первую очередь. Потом, в вторую очередь, уже вот эти пустые квартиры, которые у нас в коммунальном собственности, будем ремонтировать. А так, я вам открыто скажу, с бюджета не выделяется денег. Мы же работаем, дайте нам время. Когда найдут спонсора, неизвестно, а чтобы отремонтировать заброшенные квартиры, нужно отыскать их бывших владельцев. По словам местных властей, они направили письмо в Центр по недвижимости. Но все это займет время. Еще один вариант – провести реконструкцию по программе модернизации за счет возвратных средств жителей. Но влезать в кредит люди не хотят. Они надеются, что на проблему их девятиэтажек обратят внимание в областном Акимате. А пока им придется жить, вернее, выживать. В таких условиях. Анастасия Сулейманова, Баха Джамбапаев, Руслан Хатилла, Жамбулская область, Хабар, 24. В мексиканском штате Веракруз обнаружили брошенный грузовик с почти тремя стами мигрантами. По словам местных жителей, из припаркованной на обочине фуры начали доноситься громкие звуки. Прибывшие на место полицейские обнаружили в прицепе людей. В основном это выходцы из Никарагуа, Сальвадора, Кубы и Гватемалы. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь из-за обезвоживания. Правоохранители начали поиски водителя большегруза, а пассажиров передали миграционной службе. Мы обнаружили мигрантов в грузовике, потому что он сломался, а водители, похоже, уехали искать запчасти. Застрявшие внутри начали кричать, так как на улице очень жарко. Я не знаю, кто открыл трейлер, но хорошо, что прохожие услышали крики, так как люди могли умереть от обезвоживания. Футболку аргентинца Диего Марадонны, в которой он забил знаменитый гол рукой в ворота англичан, ушла с молотка за рекордный 9 миллионов долларов. По словам представителя аукционного дома «Сотбис», итоговая стоимость лота превысила все прежние сделки товаров в спортивной атрибутике. Ранее форма принадлежала полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадонной после игры. А вот новый владелец футбольной реликвии пожелал остаться анонимным. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи.